Добро пожаловать, ребята, на 13 этапа Формулы-1 на Грам-при Бельгии на легендарную трассу СПА Фракошам. Собственно, это один из моих любимых этапов, поскольку здесь трасса довольно скоростная. Здесь, да, есть медленный поворот в виде первой шпильки и автобусной остановки. Но в основном здесь много прямых, скоростных поворотов, красная вода та же, скоростной левый поворот. И если на этой трассе еще происходит очень много борьбы, то этот этап становится просто офигенным. Что, в принципе, и произошло здесь. Здесь было просто уйму борьбы, я даже не ожидал, что будет столько именно борьбы. Причем не просто там кто-то кого-то обгонял и все, а именно вдвоем, втроем проходили повороты и даже на старте у нас будет очень-очень интересный момент. В принципе, на превью картинки вы его видели. Ну да ладно, собственно, да, СПА также считается у нас самой длинной трассой, 7 километров. Пока что в Формуле-1 больше нет трассы протяженностью еще 7 километров. В принципе, в Азербайджане более-менее трасса тоже длинная, 6,5 километров, если не ошибаюсь. Но все-таки до 7 еще далековато. Итак, стартовая решетка у нас. Первое место Льюис Хэммертен, второй Шарликлер, третий Себастьян Светтель, четвертый Вальтери Боттес, пятый Пьер Гасли, шестой Николь Кюнкенберг, седьмой Дэйвен Баттлер, восьмой Макс Ферстаппен, девятый Даниэль Рикьярда и десятый Чека Перес. Собственно, да, в топ-десятке меня нету, и я буду сорваться, собственно, с конца, потому что я взял штрафы, поскольку мне нужно было новую силовую установку брать. Так как я уже использовал все три доступных ДВС за сезон, так что придется брать штрафы, и причем еще, наверное, один ДВС точно мне придется взять чуть позже. Ну и переходим к старту. Гасну красные огни, немного необычный старт, не с моей камерой, поскольку лучше наблюдать все с ТВ-камеры. Собственно, еще Льюис неплохо стартовал, ну и, собственно, вот я. По внутренней траектории мы вчетвером входим в первую шпильку, просто вчетвером еще все уместились, то есть никто ни с кем не столкнулся, и никто ничего не повредил никому. Норис, к сожалению, выпал из этой борьбы, ну и потом у нас один из хасов оторвался, и мы вдвоем вроде с Гражданом входим в красную воду, благо не столкнулись и не вылетели из трассы. По итогу еще лучше вышел Граждан и напрямой навязал ему борьбу, поравнялся с ним. Позади нас уже Вильямс также пытался обойти, за счет Слепстрима он неплохо разогнался, и за счет Мерседесовского мотора. Бок о бок мы прошли прямую, но уже на скоростных воротах я смог его обойти. Также в лидерах у нас также кипела борьба, Ботас у нас защищал свою четвертую позицию от Хюркенберга, Хюркенберг уже приставал Деван Баттлер, ну а позади него было два болида Рэдбула, так что борьба накалялась. На следующем кругу Рикьярда и Чака Перес обошли тут же Райкена слева и справа, ну и собственно это да, это стандартная ситуация, на этой прямой кого-то да, обходят сразу два болида. Но на этом борьба не закончилась, Рикьярда с Пересом поравнялись и по итогу прошли бок о бок эти два поворота, но Рикьярда вышел вперед позади. Мы также с Магнусом начали атаковать уже Райкена бок о бок, все втроем вместились в этот восьмой поворот и по итогу я вышел из него победителем, ну и также Райкена защитил одну свою позицию. Потом я догнал Переса и Рикьярда, которые шли уже на обратной прямой и опять же втроем в автобусную остановку мы входим и тут уже кто лучше выйдет. И так как у моих оппонентов все-таки софт, то лучше выйдут, к сожалению, они. Перес тут же начинает отрываться, Рикьярда мы смогли с ним вместе поравняться и за счет ДРС я смог еще удержаться и обогнать уже его ближе к шпильке. Ну и что ж, остается у нас Перес на пути к двум Рэдбулам, одной Рено и Батлеру. Ну и с Пересом удалось разобраться на той же прямой и за счет ДРСа с Липстрима подъехал к нему, опередил без каких-либо проблем, ну и привез ему еще Рикьярда, чтобы он с ним развлекался. Также впереди идущей группе также была борьба, между двумя Рэдбулами и одной Рено. К сожалению, Хюлькенберг не смог удержать свою седьмую позицию, шестую точнее. И вот тут же проходит Фрестаппин, да, он по итогу выходит на шестую позицию. И также Гасли тоже напрямую за счет Слипстрима ДРСа обходит Хюлькенберга и тот проигрывает две позиции за первый сектор, к сожалению. Ну, для Рено довольно сложно удержаться, в принципе, за темпом таких пока что болидов. Ну, может быть, в будущем мы увидим то, что Рено все-таки будет прогрессировать. Ну и также, да, после того, как капитал Переса, позади горела борьба между Рикьярдой и Райкенбергом. Также Норрис позади вместе с Хасом вошли в бок о бок и по итогу Норрис содержал в этом борьбе победу. На следующей круге Райкенберг проходит Переса и Рикьярда решает еще поздним торможением влететь в эту драку. Также забирает позицию Переса и смог поравняться с Райкенбергом. И причем Рикьярду еще повезло то, что он не сломался себе передний антикров в таком небольшом контакте, казалось бы, но все-таки оно могло быть для него фатальным. По итогу они бок о бок едут с Райкенбергом, пытаются уже выиграть эту 10-ю позицию, да, борьба идет за 10-ю позицию, за целое 1 очко в турнирной таблице. Бок о бок идут, по итогу уже приезжает к 10-му скоростному левому повороту. Бок о бок его также начинает проходить. Позади уже Перес думает, где бы мне опередить вас двоих. И по итогу Рикьярда уходит победителем в этой борьбе, поскольку дальше идет 2 скоростных поворота. И Рикьярда без проблем вырывает эту 10-ю позицию себе на время. Уже по сути позади собралось аж 5 болидов. Вернемся к борьбе также лидеров. Фетель прошел с Хэмильтоном на обратной прямой. Довольно рисковое место, поскольку идет небольшой поворот, в котором если допустите контакт, то можно вдвоем улететь. Потом через какое-то время Рикьярда также теряет позицию по отношению к Пересу на этой же прямой, но Переса передал до поворота. И также Перес уже пытается атаковать тут же Рикьярда на автобусной остановке. Он его проходит, ну и Рикьярда сворачивает нас на питстопы. Потом Рикьярда снова теряет 2 позиции уже по отношению к Норрису и Хасу. И тут же между Норрисом и Хасом начинается борьба бок о бок, которая побеждает, к сожалению, Хас. Ну и борьба между лидерами, поскольку Ликьярд у нас пошел на питстопы, у него будут стратегии в 2 питстопа. А 2 Мерседеса и Фетель продолжают бороться. Хэмильтон с Фетельем смогли поравняться между собой, а Боттос в этот момент за этим всем спокойно наблюдал. Хэмильтон имел ТРС на старт-финишной прямой, за счет чего он смог вырубаться чуть-чуть вперед. Но у Фетеля была внутренняя траектория, за счет чего он смог удержать свою позицию. Ну а теперь мы подъезжаем к повороту красной водой, и при этом еще они идут бок о бок. И тут уже Боттос решает втикнуться в эту борьбу, и они втроем заходят в красную воду. Но, к сожалению, Фетель убирает ногу с газа, и по итогу Хэмильтон выходит на первую позицию, а Боттос на вторую. А довольно хорошо было бы посмотреть, как эта борьба бы закончилась, если бы они втроем зашли бы в красную воду, где, по сути, вдвоем-то уже сложно уместиться и пройти этот поворот нормально. Я думаю, что, скорее всего, эта борьба, конечно, закончилась бы для парочки болидов точно сходом. Одному бы сломали перед ней эти крыло, и он бы более-менее закончил бы гонку где-то в середине пилотона. Но, к сожалению, Фетель не решил рисковать своей позиции, и поэтому сбросил газ. После своего пистопа Фетель оказался позади двух Мерседесов, и причем далеко позади, поскольку ему предстояло еще пробиваться через трафик, и в котором он встретил, кстати, еще Ферстапина, которого смог, в принципе, опердить. Потом у нас входит Ландо Норрис, которого еще въезжает почему-то Хас. Не знаю почему, вроде бы он видел его, конечно, да. Справа от него был болид, но почему-то хотя бы не затормозить. Он просто взял, нажал чуть-чуть газа дальше, поскольку, а, ладно, нечего уже терять, и, пожалуй, все-таки вмажусь. Потом, после своего пистопа, я выехал перед прям Ферстапином, спокойно его догнал, опередил на прямую защиту Дресса, поскольку у него его не было. И впереди меня уже ждали Гасли и Фетель. Но Макс не так легко сдается, все-таки, как мы знаем. И он попытался меня контратаковать в восьмом повороте, бок о бок мы начали с ним идти. У нас в обоих довольно свежий хард, у меня просто он на один круг свежее, но у Макса он был прогретым, но все равно это не помогло ему, и я по итогу вырыл себе пятую позицию. Потом Хюлькинберг начинает тут же атаковать Макса, за счет того, что тот вышел плохо из девятого поворота, и начинает ехать они уже бок о бок, что дает мне время на то, чтобы я смог оторваться и более-менее пристроиться к предыдущим двум болидам. Ну и теперь начинается уже борьба в этой небольшой группе. Начало борьба велась между двумя болидами, между Хюлькинбергом и Ферстапином, с самого начала, по сути, гонки, но потом к ним еще подключился Батлер и Леклер, причем оба приехали неожиданно так, на Дрессе, и причем у Леклера были довольно свежие, мидиум по крышке, за счет чего он имел все-таки преимущество над своими оппонентами. Ну и борьба между Хюлькинбергом и Ферстапином продолжалась, они менялись позициями, но по итогу Макс все-таки смог выйти вперед, и на следующем кругу Батлер вместе с Леклером начинает уже проходить Хюлькинберга, и Батлер еще пытается тут же достать до Макса, в принципе у него это получается за счет Дресса и Слипстрима, поравнялись с ним, также еще Леклер позади заблокировал колесо, чтобы не вмазаться Макса, и Батлер выходит уже на шестую позицию. По итогу еще и Леклер проходит с Ферстапина, поточнее начинает с ним бороться бок о бок, что дает Девану небольшое время на то, чтобы оторваться, но далеко оторваться Деван, сразу скажу, не сможет, поскольку опять же у Леклера более свежие покрышки. Ну и в принципе в третьем секторе без проблем смог его догнать, поравнялся с Деваном, но без Слипстрима, к сожалению, он не смог обойти так просто Девана, они смогли поравняться только, и уже по сути всю прямую шли бок о бок, что давало еще раз подъехать Максу Ферстапину к этим двоим, и попытаться навязать атаку. Также еще и Хюлькинберг попытался атаковать Макса, но у него это не вышло. Леклер еще умудрился ошибиться на торможении перед автобусной остановкой, но по итогу он лучше вышел, чем Батлер, и выиграл себе позицию. Недолго правда, поскольку после Красной Воды напрямой за счет Дресла смог его опередить, и это продало примерно два круга, они обменивались позициями, но по итогу Леклер выиграл эту позицию и уже смог отъехать от Батлера, которого тут же начал атаковать уже и Ферстапин, и по итогу Ферстапин тоже его смог обойти и также смог от него оторваться. Ну и Хюлькинберг также попытался, конечно же, навязать борьбу Батлеру, но из этого ничего не вышло, и по итогу Батлер смог удержать свою восьмую позицию. Конечно, не очень хороший результат для Батлера, но все же это лучше, чем ничего, так сказать. Бок о бок они, конечно, шли во втором секторе, но в принципе тут исход понятен, поскольку напрямую Рено не особо сможет конкурировать с Батлером, из-за того, что без Дреса мотор Рено очень плох, в отличие от Мерседеса. Конечно, да, борьба у них шла долго, почти весь второй сектор, они ехали бок о бок, что давало Максу, опять же, оторваться от них, и по итогу один из них мог выпасть из Дреса и не смог подъехать по итогу к Максу. Теперь переходим к следующей борьбе, которую шла прямо передо мной, между Гасли и Феталем, и по сути из-за того, что они боролись, я смог через какое-то время к ним подъехать. По итогу, да, я где-то был в двух секундах изначально от них, но они большую часть трассы в один момент, вот в данный, шли бок о бок, начиная с третьего сектора, и весь первый они смогли пройти бок о бок. Также в Красную Воду они еще идут тоже бок о бок, и причем даже не коснутся друг друга, что довольно неплохо, поскольку одно неловкое касание в Красной Воде заканчивается аварией для одного, а может быть сразу для двух пилотов. На прямой все-таки Феталем одерживает верх за счет ДРСа, но, опять же, Гасли далеко не отстал, и уже через какое-то время будет его снова атаковать. Ну, точнее, на следующем кругу. В принципе, они так до конца почти гонки обменились с позицией, не стал я уже вставлять все моменты прям этой борьбы упорной, но такие моменты вот были. Через какое-то время, так как я сказал, я подъехал к ним из-за этой борьбы, и смог уже навязать борьбу Феталем в скоростном десятом повороте, смог с ним более-менее поравняться, и по итогу уже в одиннадцатый и двадцатый поворот входили мы бок о бок. По сути, это давало Гасли момент для того, чтобы он мог оторваться, но я не дал этому сделать ему. По итогу я смог его догнать, и уже на следующем же кругу, после Красной Воды за счет ДРСа и Слепстрима, точнее, даже за счет просто Слепстрима, я его обогнал еще до ДРСа, и напрямую начал уже оторваться. Также Феталем тут же пытался атаковать, почему-то он решил поехать за Гасли, и не знаю зачем, ведь он мог его спокойно перейти до конца прямой еще, ведь у Гасли был только Слепстрима от меня и не более, а у Феталем и то, и другое могло быть. Но да ладно, это его решение, из-за которого я смог, в принципе, от них оторваться, а они между собой продолжили уже борьбу за четвертую позицию, но отдать должное все-таки им боролись они до конца прям в гонке, как, в принципе, я обычно это делаю. Но тут все-таки не как я обычно мариную своего оппонента до последнего круга, тут они все-таки каждый круг обменивались позициями, в тот момент, пока я более-менее пытался еще оторваться от них. Ну и борьба у них шла прям вот до последних метров трассы, Феталь в автобусе в Сноке попытался с ним поравняться, с Гасли у него это вышло, но, к сожалению, выход у Гасли получился лучше, чем у Феталя, и Гасли приезжает по итогу через четвертым. В пятом у нас приезжает Феталь, и в шестом уже вот подъезжал, буквально далеко был Леклер. Также, да, два Мерседеса, в принципе, недалеко были от меня, где-то в 7 секундах, и при начале борьбы Феталя и Гасли, они, в принципе, были вообще в 2 секундах от Мерседеса, но из-за борьбы, опять же, они отстали от него, я догнал их, и по итогу третья позиция с 18-го места. И да, надо как-то уже заканчивать эти прорывы, поскольку, по сути, в гонках я могу иногда выиграть, как в Сильверстоуне, тут у меня был темп неплохой, но из-за своей позиции в 18-й, пусть я и вначале отыграл там неплохо, аж до 12-й позиции, но это мне не дало вариантов побороться вообще за победу, хотя бы поборолся за подиум, что уже немаловажно для нас, и это, по сути, для нас уже третий подиум. Довольно, кстати, еще интересно то, что я подумал, если разработчики все-таки выпустят патч, где они переделывают распределение сил уже под 19-й год, как мы высокоинтересно окажемся, ведь, по сути, в реальной F1 McLaren сейчас примерно плюс-минус самый лучший болид в группе B, то есть плюс-минус они там делят это место с Рено, ну и да, недалеко они еще и до Рэдбула. Как у нас, интересно, будут распределены силы, это уже мы посмотрим, если увидим этот патч, ведь уже прошел 2 недели после выхода игры, а патч первого дня так мы и не увидели. Итоговые результаты, Боттс у нас еще получил 1 очка за лучший круг, причем, кстати, можно посмотреть, то, что Льюис ехал, по сути, чуть медленнее, чем я, ну, лучший круг у меня, может быть, поставлен был все-таки из-за того, что я использовал все зоны ДРС, все варианты скипстрима, то есть на обратный прямой, на прямой сезон ДРС, и за счет этого, может быть, чуть лучше я и проехал. Что ж, по поводу соперничества мы начинаем выигрывать у Норриса и Баттлера, в принципе, надеюсь, что мы спокойно выиграем у обоих, поскольку нам нужны лишние ресурсы, и надо уже подумать над следующим соперничеством, то, что будем брать уже, наверное, какого-нибудь Гасли, чтобы более-менее было интересно и не на халяву получать ресурсы. На этот этап нам из двух обновлений приехало только одно, связанное с мощностью, и хорошо, что именно оно приехало, а не снижение веса, ну, лучше, конечно, и то, и другое. Ресурсы я распилляю сразу же в аэродинамику, в прижимную силу спереди и сзади, поскольку ее мне уже не хватает постепенно, и неплохо было бы поднять ее, чтобы чуть большими скоростью по воротах ставить чуть меньше угол атаки крыльев, за счет этого иметь больше скорости напрямую. На этом, ребят, с вами был Вархаммер, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и до скорости, ребят. Пока-пока и удачи!